Всем привет! Меня зовут Константин Витлугин и с вами Говорит Петропавловск. Друзья, сегодня мы выясним, довольны ли жители нашего города общественным транспортом. Погнали! Миша, не тупи, поехали! А знаешь ли ты, что это? А это билет на автобус. Давай спросим у пассажиров, довольны ли комфортностью данного транспорта. Привет! Здравствуйте! Как тебя зовут? Лев. Лев Момбетов? Нет. А как? Просто Лев. Ты пользуешься постоянным общественным транспортом? Ну, добираюсь до дворца школьников. Тебя устраивает все в данном комфортабельном автобусе? Ну, зимой было тепло? Вроде бы, да. А что, в шапки тогда ездишь? Значит, нет. Я просто не обращаю внимания. А ты круглый год вообще в шапки ходишь? Нет. Слушай, а тебе часто попадаются счастливые билетики? Я не смотрю на билет. То есть ты не веришь в удачу, не веришь в судьбу? Да. А ты веришь в водителя данного транспорта? Рассчитываю на него. А что тебя интересует в этой жизни? Хожу во дворец школьника, там химией занимаюсь. Варим экстракты там всякие. Ты точно наркоман. А скажите, как давно вы управляете общественным транспортом? В частности, этим огромным автобусом. Лет 15, не меньше. А вот я обратил внимание, когда зашел, у вас стоит такая кружечка специальная. Это для того, чтобы показывать свой профессионализм, да? То есть, не разливалось, да? Стоит для этого? Ну, можно и так сказать. Попадаются разного рода пассажиры? То есть, бывают и хамы, и спокойные, и буйные? Были за ваше время работы? Конечно, бывает всякое. И пьяные, и буйные, и спокойные. А за 15 лет вам приходилось кого-то прям выкидывать из автобуса? Да нет, нет, я спокойный. Вы просто брали и стреляли ему в коленку, да? Убирайся сам. Здрасте, подскажите, пожалуйста, вы часто пользуетесь общественным транспортом? Конечно, часто. А что вам больше нравится, автобусы или маршрутный транспорт? Своя машина. А почему вы тогда пользуетесь общественным транспортом? Пользуюсь по необходимости. В данный момент вот. А, когда дети забирают машину, да? Говорят, можно мы по делам съездим? Ну да, и так тоже. А такси же из дома можно было вызвать? Такси из дома, я не жду такси. А, я думал, просто вы стоите на остановке и такси вызываете. Нет, нет, нет. А вы ждете общественный транспорт, автобус? А вы постоянно пользуетесь общественным транспортом? Постоянно. Постоянно. Вы не успеваете, да, за мной? В каком плане? Ну, микрофон я вот так вот переношу, вы раньше говорите. В смысле раньше? Молодой человек, я переписываюсь. А, я вас отвлекаю? Ну, немножечко, да. Я подожду. Ребят, пойдемте, я покажу самый большой аквариум в нашем городе. Пойдем. Вот он. Вот он. Здрасте, ребят. Здрасте. Здрасте. А если бы вы были рыбками, какими бы вы были рыбками? Золотой. А вы? Дельфином. Дельфином? Да. Нет, вы золотой не можете быть. Золотые рыбки, это цыгане. Тогда я была бы... Касанка. И вы бы поедали дельфинов, да? У вас постоянно борьба? Вы пары вообще? Да, пары. Паровы? Да. Но как давно вместе? Два года. Два года? Да. Да. Больше дупли? Да, два года. Предложение уже сделал? Да. Красавец, брат. Когда свадьба? Летом. Этим? Да. Кто ведет? А, я не знаю. Запиши мой номер, я проведу вам свадьбу. Бесплатно? Ну нет, со скидкой проведу, серьезно. С какой скидкой? Да, говоримся, брат. Ты так круто отвечаешь, что 8705. А вы стесняетесь к остановке ближе подходить? Я их за остановкой не считаю. А почему? Прямо сказать. Стромота. 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 Ну, остановка должна быть какая? От ветра, от дождя, от снега. Минуса 3. И плюс, сколько они денег вложили? Миллионы. А на миллион не стоит. Стромота. По вашим примерным подсчетам, сколько может стоить такая остановка? Да 500, не больше, да. Деньги? Тысячи. Вы довольны общественным транспортом нашего города? Раньше от Домбыта Северный брать, можно было в Черемушки уехать. Сейчас же оттуда ничего не едет. Сейчас положено с пересадками. То есть это, вы считаете, хитрая схема? Хитрая, конечно. Меня вот Акимат ненавидит. Есть за что, конечно. Можно пару вопросов? Прям парочку. Я опаздываю. Да другой дождемся, они часто же ходят. Ты меня опять покидаешь. Останься, Света, Лена, останься. 80 тенге за проезд, это адекватная стоимость? Мне кажется, вполне. То, что автобусы не очень комфортабельные, то это да. Давай бизнес мутить. Сейчас в Ереване можно по халяве тачку дернуть. Поехали со мной? Ну, тема для раскрутки деньги откуда воздешь. Ну, кред на тебя оформим, да и погнали. А почему на меня-то сразу? Кредит не полезно. Ну и езди на автобус себе. Нормальную тему же предложил. Мне одному этот камень напоминает лицо чьё-то. Вот глаза, вот нос, вот улыбка. Что предпочтительнее, автобус или маршрутка? Ну, естественно, автобус. Особенно 4А, там место больше, а здесь дискомфорт ощущается. А вам часто попадаются счастливые билетики? Попадаются, да, я всегда считаю. И вы их съедаете и загадываете желание? Нет, ушки от бумаги толстеют, а у меня лишние килограммы, я худею. Справедливая ли стоимость за проезд 80 нге? Достаточно дороговато. Вот, кстати, мой автобус. Удачи дороги. Девушки, пару вопросов можно? Ой, мы опаздываем. Ну, пожалуйста, один. Вопрос. Дважды два? Четыре. Семь и семь. Сторудей. Корень из 121? Ой, не знаю. Ты умная, молодец. Дай прокатиться. До кода? До 20-го я обратно. А мне сейчас тоже туда, сейчас надо. Докинешь? А как? Ну, как всегда, на рамку сяду, как в детстве, да погнали. Нет, этот сильно он маленький. Помню, что ты не помог дедушке, Леша. Это был выпуск «Говорит Петропавловск». Меня зовут Константин Ветлугин. Подписывайся на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, в которых обязательно укажите, каким видом транспорта пользуешься именно ты. Автобус, троллейбус, такси, возможно, это гужевой транспорт. А также укажи интересующую тебя тему. Пока!